В советское время СМИ обязаны были проверять информацию до того, как ее опубликовать. В любой редакции один из самых важных отделов был отдел проверки. Если же вследствие срочности сообщения его опубликовали без проверки, и оно оказывалось ошибочным, то можно было вообще вылететь из профессии за такое. Сейчас, к сожалению, эта традиция забыта, в связи с чем и появляются фокусы вроде ложного сообщения об отставке главы российских железных дорог. Кому это сообщение было нужно, точно сказать не берусь, но есть у меня подозрение, что пытались подставить вице-президента РЖД, которого в этом сообщении якобы назначили на место президента. Но, повторяю, это только мое предположение, а вот что совершенно несомненно, так это то, что отделы проверки в редакциях давным-давно пора восстанавливаться. Продолжение следует...